Добрый день. Принято считать, что в Советском Союзе фильмы ужасов никогда не снимали. Правильнее будет сказать, что фильм, снятый в этом жанре, никогда у нас не называли фильмом ужасов. Хотя опыт таких съемок был. Вы, наверное, уже догадались, о чем я говорю. Ну, давайте все по порядку. Идея экранизации мистической повести Николая Гоголя принадлежит режиссеру и директору киностудии Мосфильм Ивану Пырьеву. Снимать он поручил двум студентам высших режиссерских курсов Константину Ершову и Георгию Кропачеву. Однако прямо в самом начале работы отснятый ими материал разочаровал руководство киностудии. И на помощь срочно вызвали знаменитого киносказочника режиссера Александра Птушко. Он энергично принялся за работу, придумав декорации, переделав облик главного героя и собрав команду мастеров пластического грима. Работа над первым советским ужастиком была очень масштабная, кропотливая и во многом новаторская. Сначала в роли Паночки снималась актриса Александра Завьялова. Когда отсняли уже примерно половину фильма, директор киностудии решил заменить актрису. Пробы проходили Елена Сайнко, Ада Роговцева, Жанна Болотова и Светлана Каркошко, но утвердили Наталью Варлей. Ее пригласили на съемки после громкой премьеры «Кавказской пленницы», тем более, что актриса была спортивной и несуеверной. Полеты, стоя в гробу, ее не пугали. В перерывах ей ставили подсветку, и она в этом же гробу читала конспекты и учебники. Для съемок изготовили три гроба. В одном паночка просто лежала, второй совсем небольшой, закрытый для общих планов, а вот летающего пришлось сделать целую систему. Гроб подвесили на подвижных металлических струнах. В основании был вмонтирован штырь, которому Наталью Варлей пристегивали монтажным поясом. Под балдахином у актрисы была скрыта дополнительная опора. Окрутили гроб на стреле крана. Перед тем, как отправить Варлей в полет, систему перепробовала почти вся съемочная группа. Но во время работы страховка подвела, и актриса на полном ходу вылетела из гроба. Если бы не поймавший девушку Леонид Куравлев, то могла бы случиться беда. Вия, ночной кошмар не только Хамыбрута, но и многих советских детей, играл силовой акробат Николай Степанов. Нужен был физически сильный и рослый актер, чтобы таскать на себе костюм чудовища. Сам костюм делали из пропитанных смолой слоев мешковины. Руки были слеплены из гипса, веки откидывались на шарнирах, а глаза монтировали из стекла со светоотражающей поверхностью. Костюм был невероятно тяжелый, что способствовало медленной и неуклюжей походке Вия. Кстати, у первых режиссеров фильма Вия выглядел иначе. Это был гигантский немощный старик, который со всех ног поддерживала свита. Для свита Вия были нарисованы сотни эскизов. Птушко отобрал самые фантастические. Для рослой нечисти были приглашены артисты цирка и спортсмены, а остальных демонов играли карлики. Упырям делали разный грим. Одних красили в синюшный оттенок, других в серый. Рисовали скелеты, приделывали дополнительные носы, клеили висящие уши, убирали лица. Сопровождать их должны были гигантские насекомые, богомолы, жуки и пауки. Но перебрав несколько вариантов, режиссер с оператором остановились на более привычных черных котах и воронах. Сцену с упырями, сползающими по вертикальной стене, снимали на макете. Из досок сколотили стену и поставили ее под углом к полу. Актеры медленно сползали по наклонной поверхности, а оператор нависал над ними сверху, на кране. Получался эффект вертикальной стены, по которой, цепляясь когтями, лезет всякая нечисть. На роль старой ведьмы не удалось найти женщину. Все актрисы отказывались еще на стадии про. Поэтому ведьму сыграл мужчина. Актер Николай Кутузов. Неожиданно для всех на съемках он запил. И даже один раз сорвал рабочий процесс. Не выпивавший до этого Кутузов объяснял внезапную тягу к алкоголю страхом перед дьявольской ролью. Первый и единственный фильм ужаса в советском кино был одним из лидеров проката 1968 года. Его закупило к показу несколько зарубежных стран. США, Финляндия, Аргентина, Ви экранизировали еще два раза. В 2006 и в 2014 годах. Все вы, наверное, смотрели первый вариант этого фильма. Не знаю, как вам, а мне было реально страшно. Больше в СССР таких опытов не ставили. Мне кажется, что все-таки первый блин не стал комом. Впоследствии некоторые голливудские режиссеры, признанные профи этого жанра, говорили, что учились на этом фильме. Ну вот и все, что я знаю о истории съемок единственного фильма ужаса в Советском Союзе. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok